Выставка «Бывают странные сближения» Жанна Убера Мартена в Пушкинском музее – это не просто выставка, это пересмотр музейной политики как таковой. Это вопрос, зачем мы приходим в музей и что мы здесь сможем увидеть. Я всю жизнь работаю в музее, в Русском музее, но сегодня я буду с вами говорить не как музейный сотрудник, не как историк искусства или куратор, а как зритель, потому что эта выставка обращена именно к зрителю. На этой экспозиции, на этой части экспозиции одной из 13, которые так щедро подготовил выдающийся куратор Жанна Убер Мартен вместе с Пушкинским музеем, а также другими музеями, частными коллекциями и художниками. На этой экспозиции «От яблока к земному шару» мы видим тот принцип, который свойственен куратору – это принцип аналогии. Стефан Маларме называл это демоном и считал, что вот именно аналогичное построение метафоры должно быть свойственно поэзии. Аналогичное – это значит, что видимые нами вещи, они связаны с тем, что невидимо. Но, кроме того, это означает сходство и различия, которое мы можем видеть на этой экспозиции, начиная с этой прекрасной, зависшей в невесомости пространственной конструкции Александра Родченко, которая ведет нас к армеллярной сфере на картине 17 века Пьетро Либерли. И вдруг мы понимаем, что и армеллярная сфера, небесная сфера, и конструкция Родченко – это именно умозрение, это та конструкция, которая была выстроена человеком силой своего разума, и та конструкция, которая стала видимой, которая была нам подарена. Конечно же, сферы небесные, которые сначала появились, а потом и глобусы, так называемое земное яблоко, самое раннее из сохранившихся, мы знаем, 16 века, земное яблоко, которое сейчас в Нюрнберге хранится. Безусловно, они давали представление человеку о том, что он не может увидеть. Но разве он мог увидеть Музу Уранию? Разве он мог представить себя включенным в то пространство, которого не существует? Что это за странные такие светящиеся сферы, которые летят над таким постишем над ренессансным ландшафтом? Это очень сложная история. Художник работает с учеными, астрономами, изучает колебания солнечных энергий. Можно сказать, что в известном смысле он последователь Чижевского, земное эхо солнечных бурь. Помните его сочинение? И вот эти светящиеся сферы, они представляют некую материализацию энергии, сакральной энергии. Они связаны отчасти с тем, что художник несколько лет назад отправился в российскую пустыню к аборигенам, посетил самые священные места для этого народа. И там он путешествовал не один, а путешествовал вместе с дронами, которые летели над пространством пустыни. И потом в окончательный вариант он добавил такие летящие сферы. Мы переходим к натюрморту, в котором художник через хрустальную сферу, которая являлась атрибутом алхимических превращений, и через эту хрустальную сферу он показывает самого себя. Для его предка, голландского художника 17 века, эта сферическая перспектива, с одной стороны, оказалась техническим заданием, нет ничего сложнее, чем создать изображение отраженное. И в то же время концептуальным в этой крустальной сфере сосредоточено все. Сам художник, атрибуты его мастерства, те предметы, которые отсылают к мировоззрению того времени. Жанну Уберу Мартену очень свойственное чувство юмора. Когда я увидела на этой выставке сопоставление Лукаса Кранаха старшего грехопадения Адама и Евы и продавщицу фруктов 18 века французского художника, я засмеялась. Почему? Потому что из этого сопоставления возникает новый смысл. Если мы смотрим на Кранаха, то и Адам очень невинный, и животные невинные, еще никто никого не ест, никто ни над кем не совершает насилия. Вот он рай накануне грехопадения. Рай, который был совершенным, как яблочко. Нетронутое яблочко, круглое или почти круглое, совершенная форма. Что произойдет? Змей предложит яблоко Еве, Ева Адаму, и начнется человеческая жизнь и наш род людской. Вот из этого момента соблазнение все и получается. Вот продавщица фруктов. Да, пока ее, скорее всего, муж спит там в тени, а блестящий такой щеголь, аристократ, покупает не только фрукты. Он смотрит на эту хорошенькую девушку и яблочко является таким моментом соблазна, моментом соблазнения, моментом, который приведет и к высочайшим наслаждениям человечества, но одновременно и к смерти. Не забудем, ведь в раю все бессмертны. Яблоки у Натальи Гончаровой, крестьяне, которые собирают яблоки, они как вот такие библейские праутцы. Гончарова вообще-то и искала, искала свой восток, другое искусство этих праутцев среди крестьян. Мадонна с младенцем Христом, отдых на пути в Египет. Мадонна угощает младенца Христа яблоком. У нее рядом находится корзинка. Там есть и виноград, и груши, и вишни. Почему именно яблоко? Почему этот плод становится символом? Символом, причем не только в христианской иконографии. Что в нем заключено? Какая цельность? Какая идея, нам невидимая, но осязаемая в этом мире как яблоко? Яблоко, которая у Сальватора Мунди становится сферой. Это не мое открытие, это Жану Бер-Мартен сказал, что вот увидев две эти работы, он их сопоставил, сразу сопоставил. Для него очень важно было, чтобы они находились рядом. Не только по принципу контраста, как в кранах со сценой соблазнительной 18 века или Родченко рядом с музой Уранией, но и по принципу сходства несходного. Сфера, мир, замкнутость, то, чего нам, наверное, не хватает, гармония, космос, к которому мы стремимся. Спасение в этой гармонии. И эта гармония, она связана также с повторением, с завершенностью, как у корейской художницы Ким Су-Джи, которая сделала такой музыкальный автомат, который беспрерывно дышит и голосом художницы, как будто бы произносит молитвенное песнопение. Или, как, например, шаманская погремушка. Но вот только погремушка не звучит, конечно же, она в витрине, в нее нельзя поиграть. Так же, как нельзя выпить вина из этого чудесного небесного глобуса 17 века. Дань и восхваление великих географических открытий, для которых знание небесной сферы было совершенно необходимо. Небесная сфера, земная сфера, яблоко, висящая конструкция Родченко, тени. Ну, я никогда бы не ушла из этого зала и находилась бы здесь очень долго. Я не знаю, сколько было уже сделано выставок, посвященных зеркалу. И, наверное, не меньшее число и количество экспозиций, которые были посвящены теме двойничества. Но здесь важно, что Жан-Убер Мартен показал нам вот это движение от зеркала к двойнику. Зеркало – магический совершенно предмет, зеркало удваивает мир, зеркало заставляет нас заглядеться на этот мир или на самого себя. Сегодня это особенно важно, потому что мы живем в эпоху зеркал, потому что все делают селфи, все их постят в социальных медиа, и все ждут, как другие люди отреагируют на эти зеркальные изображения. То есть мы должны утверждать свой образ перед другими. А что же было раньше? По-видимому, человек должен был утверждать свое достоинство, свой образ, свою красоту перед самим собой. Ну, в то же время и другие могли подглядывать, что это, что нам дает зеркало. Вот я сейчас говорю на фоне двух ванитас, почти современных, первая половина 17 века, Бернарда Строце, аллегория бренности, старая кокетка и Екопа Легоци, другая ванитас. На одной мы видим даму, которая прихорашивается и смотрит в зеркало. За ее спиной смеется служанка, а в зеркале что-то другое, образ, который загляделся на самого себя. И уже не важно, что это бренность человеческая, а важно то, что ты оставляешь миру, что ты оставляешь в этом зеркале. А вот другая работа Легоци, ванитас. Череп такой натуралистический, можно сказать, истекающий останками плоти. Такой сочный череп, да, если можно так сказать. А что же мы видим в зеркале? А в зеркале мы видим маску черепа, мы видим череп Адама, который лежит в основании креста, и мы видим отражение скелета некрупного такого животного, ну, скорее всего, какая-нибудь куница или хорек. Помним, что Легоци, он, кстати, ботаник и зоологией увлекался, и животных рисовал хорошо до определенного момента. И вот два черепа заглядывают в зеркало. В чем же разница в этой ванитас? В чем суета-сует? И для того, и для другого. Смерть. Зеркало смертельно. Оно смертельно ранит. Некоторые люди вообще не могут на себя в зеркало смотреть. Ну, не потому что они видят что-то не то, потому что они себя не узнают. Возможно, поэтому они себя все время фотографируют. Стеклянные поверхности закрывали реликварии, чтобы, как в реликварии Святой Кристины, вот там где-то на уровне грудной клетки оказалось маленькое окошечко. А через это окошечко должно было проглядывать тщательно упакованный кусочек ее плоти. Плоть как доказательство этого чуда, как приносящее спасение, как самое главное, что хранится внутри. Но если к этому окошечку приблизиться, так же, как и стеклянные витрины, вы увидите прежде всего самих себя и отшатнетесь. Двойник – это ужасно. Это тот, кто может похитить твою тень, твою жизнь. И когда герой романтического рассказа пытается убить двойника, он обычно убивает самого себя. В то же время двойник – это друг. Это тот человек, с которым мы хотели бы разделить все. Тот, кто думает так же, как мы. Но не совсем так же, но тот, кто нам, как мы говорим, близок. И вот когда я увидела Каспара Давида Фридриха картину рядом с работой Гилберта и Джорджия, я восхитилась тонким выбором Жанна Убера и Мартена и рассмеялась. Почему? Что делают два молодых человека у Каспара Давида Фридриха? Мы их не видим, они показаны со спины, они идут, они беседуют. А может быть, они молчат? Ну, скорее всего, они молчат, потому что они настолько хорошо знают друг друга, что они могут уже не разговаривать на прогулке, а потом, как Серапионовы братья у Гофмана, читать друг другу свои произведения. И вот рядом с ними романтики второй половины XX века, британские художники Гилберта и Джордж, которые сделали живые скульптуры из самих себя. Что они делают? Они напиваются, они пьют британский джинн, Гордон джинн, и они молчат, сидя напротив друг друга, потому что они настолько хорошо понимают друг друга, что они похожи на этих романтических героев Каспара Давида Фридриха. А еще двойниками могут быть сросшиеся телята. Вот они такие трогательные и, в общем-то, даже не страшные из Дарвиновского музея. Но это так необычно. И ты смотришь на это совсем по-другому в этих залах. Этот раздел называется «От складки к геометрии». Я рассказываю вам и себе самой о тех работах, о тех сопоставлениях, которые меня поразили и больше всего мне понравились. Конечно же, когда я увидела брака рядом с русской иконой, я не могла удержаться от восхищения. Насколько это просто, ясно и парадоксально. Жан-Убер Мартен показывает нам, что вот такие формальные геометрические элементы, как, например, горки, как в этой иконе преображения, например, они не то чтобы кочуют, но каким-то образом переходят или достаются по наследству, несмотря на то, что об этом наследстве, может быть, брака не знал, в начало XX века. В чем же здесь дело? От складки к геометрии. Геометрия, с нашей точки зрения, позволяет нам создать очень ясное представление о мире. Геометрия, пожалуйста, это прямая перспектива. Но здесь, в этом зале, мы не видим перспективных изображений. Они либо плоские, как это, суперфлет, а либо эта геометрия вторгается в изображение таким образом, что меняет наше представление о форме. Икона и кубизм. В чем же сходство? В том, что они эту геометрию прямой перспективы отвергли. Каким образом? Для иконы невозможен перспективный взгляд. Как говорил отец Павел Флоренский, это стена, это преграда, перед которой можно только молиться. И, соответственно, он выводил обратную перспективу из этого выхода, из иконы, из горнего мира в наш дольний мир. Что же сделали кубисты? Что же сделал Брак? Он также отказался от этого перспективного взгляда на мир. Все пространство, оно разбито на сегменты. Нет фигуры и фона. Есть некоторые представления о глубине, но нет перспективности, нет такого пронизывающего пространства взгляда. Все сосредоточилось на этой поверхности, которую нужно освоить, обработать и вернуть в мир. Какой это мир? Мир горный, мир ландшафта. Да, пожалуй, для художников начала 20 века мы можем так сказать. А возможно, это мир, который связан с переосмыслением предметности, вещественности. Вещь, которая уже находится на грани исчезновения, вдруг она становится предметом изображения. Вот та вещественность, которая была сакральной, и которая была так важна для Средневековья. В начале 20 века художники к ней возвращаются. Геометрия – это образ мира, особенно там, где невозможно было изображать человека. Геометрия дает представление о том космосе, о той гармонии, которые должны находиться в этом мире. Вот сирийское панно декоративное, оно не только прекрасно, совершенно, но оно представляет нам образ мира. Образ мира у Франсуа Муреле – это образ взаимопересекающихся линий, пересекающихся под очень строго определенными углами. Это взаимное наложение создает геометрию исчисляемого пространства. То, что было умозрительным, становится зрительным. И когда видишь такие прямые сравнения, как зритель это понимаешь, от умозрения приходишь к зрению. Крест – очень важный символ, и не только в христианской культуре, но крест – также очень важная геометрическая фигура. И мы видим, что в начале XX века, например, художник Родченко, он таким образом располагает свою геометрию на холсте, что абсолютно точно распознается крест. Что происходит в конце XX – начале XXI века? Форма усложняется. У Вима де Львуа распятие оказывается уже вписано в двойную спираль ДНК. Формы усложняются, но крест в принципе редко бывает таким геометрическим, строго геометрическим. Здесь он становится живым, и с одной стороны это такой постиж, отсылка к традиционным ценностям, а с другой стороны это размышление о том, что, возможно, мы распяты на этой двойной спирали ДНК и вынуждены страдать, мучиться, а потом осуждены, обречены или, надеемся, воскреснуть. От черного квадрата к ташизму. В этом зале представлена совершенно новая модель мира, и поэтому, мне кажется, этот зал такой сердцевиной, зерном выставки, и одновременно здесь сформулировано новое представление о музее. Возникновение беспредметного искусства, абстрактного, как его назовут потом на Западе, перевернуло картину мира. И для того, чтобы это показать, нужно действовать. И мне кажется, вот это действие здесь и проявлено. Что мы видим? Мы видим черный квадрат Николая Суетина, ученика Малевича, и мы видим таблицы Лафона, Леобольда Лафона, которые демонстрируют нам эффекты радиации. То есть, светлый предмет на темном фоне выглядит больше, чем темный предмет на светлом фоне. Когда я зашла в этот зал, как и многие, я подумала, возможно, это неизвестный мне художник, который работал с геометрической абстракцией. Как? Скажите вы. Но тогда можно сказать, что Малевич в своем супрематизме и его ученики, а затем и художники, которые работали с абстракцией на Западе, они обратились к техническим таблицам, к техническому рисованию. Они могли обратиться к таблицам и рисованию, но не для того, чтобы это повторить, а для того, чтобы преобразить. Потому что наука и эти же таблицы, и визуальные, и зрительные эффекты, они стали частью мира искусства. Почему искусство? Живо оно все время наполняется тем новым, что мы узнаем, знаниями о Вселенной или о том, как выглядят одинаковые фигуры, если они по-разному окрашены. Еще в этом зале невероятное, конечно, чувство юмора. Вот за моей спиной находится витрина, и вы к ней обязательно подойдите. И там вы увидите воспроизведение монохромных работ и черной, и красной, и желтой. В этой же витрине лежит карикатура, смешная очень, Ива Кляйна на Малевича. Он создает свое произведение, а супрематические композиции улетают от него. А тут же внизу такая норка, и туда мышкой подписанный Кандинский убегает. То есть Малевич, как, так сказать, пратец монохрома воскрешенного Ивом Кляйном, тем не менее Ив Кляйн позволяет себе над этой фигурой смеяться и смех означает как бы отстранение. Это почитание и одновременно отстранение от, так сказать, сакрального предмета искусства, каким является для нас творчество Малевича, творчество художников начала XX века. Здесь же в этом же зале находится фильм одного из пионеров анимации Эмиля Коля, как коллекционер приходит к художнику, тот ему предлагает монохромы, и название вполне сюжетное, и посредством анимации на этих монохромах дорисовывается сюжет. Конечно же, новые течения в искусстве всегда были предметом карикатуры, мы знаем, что были карикатуры на кубистов, когда показывали там папа, мама с такими кубическими головами, и ребеночек тоже с кубической головой, например. Но здесь еще важна реакция, которая делает это видимым. Это любимейший мною зал. Хотелось сказать, как известно или очевидно, но очевидно, наверное, здесь более подходит. Нашим очам видно, что русская икона оказала влияние на русский авангард. в частности, на Казимира Малевича, на его супрематические композиции. Об этом давно говорят исследователи, об этом говорил мой учитель Евгений Федорович Ковтун, один из первых советских исследователей русского авангарда. И действительно, крест, квадрат, мы можем их найти на одеждах святителей. Черное, белое, красное, монохромный цвет, плоскостность. Русская икона была заново открыта, раскрыта от позднейших наслоений, и показана в начале века на выставках, и художники могли увидеть сияющий красный цвет, могли увидеть эту чистую геометрию. Но здесь все гораздо тоньше. Здесь одежды святителей улетают в работы Александра Сегутина из серии «Византийский супрематизм». То есть, он помнит и об иконах, и о супрематизме, и об одеяниях, и о плоскостности, и эту плоскость захватывает. Опять же, как известно или очевидно, у Малевича не было идеальных, он никогда не делал идеальных геометрических фигур, никогда не располагал их идеально в центре. Круг улетает, крест улетает, квадрат, мы тоже знаем, что это несовершенный, так сказать, квадрат. Дело не в геометрии, а в подвижности, в том, что эти фигуры живы, насыщены какой-то другой жизнью, когда действительно горний, мир горний и дольний, встретились, встретились на этом холсте, кроме которого ничего нет, выход за ноль, все, и одновременно ноль, ноль пространства и бесконечность, как предшествие представления о бесконечном космическом пространстве, и одновременно сведение все к самому холсту. Монохрому. Александр Родченко в 21-м году делает чистый красный, чистый желтый, чистый синий цвет. Все. Он покончил живописью. От живописи остался монохромный, гладкий цвет, основной цвет. Но это лишь одна из линий от черного квадрата к ташизму. И Жану Убер-Мартен начинается с Виктора Гюго. Виктор Гюго любил рисовать тушью оборотом своего пера, и получались такие странные, как пятна росшиха или каляки-маляки. А здесь на выставке представлен такой солидный фрагмент деревянного стола, а может быть, паркета, на которую, возможно, что-то пролил. И потом, как вот чернильнице, которую Лютер запустил в дьявола, она оставила свой след на стене. Это другая традиция. Это традиция экспрессионистическая. И вот от лютеровской чернильницы и начала абстрактного экспрессионизма Виктора Гюго, от его стола, а, возможно, и пола, мы переходим к одному из любимейших художников, Жанна Убера Мартена, Пикабиа, который был другом Марселя Дюшана, который был невероятно изобретательным, и который в 1920 году для французского еженедельного журнала сделал такую святую деву, Деву Марию, из пятна чернила. В этом журнале она соседствовала со святой девой Энгра, и в этом же зале находится картина Энгра. А она так понравилась потом Пикабиа, что, когда он стал издавать журнал 391, что он ее поместил и в этом журнале. И, как сказали мне сотрудники музея, что за этой святой девой находится знаменитая работа с обратной стороны Марселя Дюшана. Работа, где он подрисовал усы репродукции Монны Лизы Леонардо да Винчи. Вот две истории искусства. Одна это переприсвоение, другая это трансформация мира. Так или иначе, художник и зритель, а зритель тоже является художником, иначе бы он никогда всего этого не увидел. Его глаза открыты, и вместе с художником он трансформирует этот мир. Чем является искусство для зрителя, для меня, для вас? Возможно, это очки, которые настраивают четкость, если у нас близорукость мы будем видеть далеко, если дальнозоркость, то наоборот. Возможно, это волшебные очки, которые позволят нам увидеть мир по-другому. Может быть, это 3D реальности очки, которые позволят нам ощутить наше тело в трехмерном пространстве. Не случайно же мы не только прямоходящие, но имеем эти два глаза, которые являются нашими протезами, позволяющими нам увидеть мир. И не только мир, который осязаем, но и мир, который мы в принципе не можем увидеть, а только представить. художники и зрители, как художники, могут его вообразить, то есть создать образ. Я бы остановилась на предыдущем зале, но не могу удержаться здесь. Также находятся мои любимейшие работы и те сравнения, которые мне открывают что-то новое. Ведь это же считается моей точкой зрения, точкой зрения зрителя глазами создающего свой мир, благодаря музею, куратору и художнику. Этот раздел называется «От фигурных скал к абстрактной скульптуре». Здесь очень много работ, но я хотела бы обратить свое и ваше внимание на две аналогии. помните демона аналогии Маларме? Подобие существующего в мире. Здесь таким демоном аналогии для меня стало сравнение картины Клода Маней и Ильи Кабакова. Когда вы смотрите на них вместе, вы понимаете, каким открытием для Кабакова был в свое время, когда он заканчивал учиться, импрессионизм. он учился у Роберта Фалька. И Фальк после смерти Сталина своим любимым ученикам Илье Кабакову, Эрику Булатову, он открыл свою мастерскую, показал свои работы, которые все это время скрывал и никому не показывал. И вот это влияние чистого, несмешанного цвета, его светоносность, вы можете увидеть во многих работах Кабакова, живописных, в которых он отсылает нас назад, чтобы оказаться впереди. И если Мане упивается, так сказать, природным феноменом и показывает нам вот это пространство, которое возникло естественным образом, которое так полюбили художники, и он тоже не мог удержаться, чтобы его не запечатлеть, но это пространство, оно пронизано вот этой светоносностью, создаваемой дополнительными цветами, то у Кабакова это пришло уже после Мане, и поэтому это размышление об открытиях импрессионистов, об открытии новой колористической сияющей гаммы и нового способа представлять мир. Два наблюдателя, которые находятся спиной к наблюдаемому ими явлению, так же, как у Каспара Давида Фридриха, оказываются перед природным феноменом. Феномен зависшего светоносного пространства. Для Кабакова светоносное пространство, белое, очень важно, и он говорил о том, что на него повлиял Малевич со своим белым, белое, светоносное, пронизывающее. Это другое, это иное, это странное. Бывают странные сближения. Если верить в судьбу, и в параллельность того, что происходит, эти сближения происходят между произведениями искусства. Но, более того, они происходят между зрителем и тем, что его окружает. Мы сегодня оказались в этой ситуации странного сближения. Ну, и вы, надеюсь, тоже. с тем, что